окей друзья приветствую вас в следующем уроке в следующем в этом уроке мы с вами разберем такое понятие как инжок что такое инжок и для чего он нужен и так к примеру у меня наверху полюбившийся уже всем нам туз пик и я затасовываю в колоду затасовываю очень хорошо чтобы вообще его нельзя было найти и никак выявить но как бы я не то сова туз пик всегда будет появляется наверху то есть я могу затасовать раз еще раз потасовать еще раз потасовать еще раз потасовать но туз пик будет всегда наверху могу потасовать еще разочек прям очень усердно его затасовать еще разок могу затасовать его очень усердно но как бы я не усердствовал туз пик всегда быть наверху для того чтобы выявлять эту карту до контролировать наверху либо одну карту либо несколько карт используется прием Инджок. Инджок это очень простой прием, но дает он очень большие возможности, что в фокусах, что в игре в карты, например, если вы там маленечко нечестно играете. Ну что ж, давайте перейдем и посмотрим, как выполняется этот прием. Ну и так, друзья, давайте будем учиться с вами этому приему, который называется Инджок. Положите какую-нибудь карту наверх колоды и запомните ее. Итак, как я контролирую эту карту? Напоминаю, что с помощью этого приема можно контролировать не одну карту, а, например, сразу несколько карт. Например, четырех тузов или какую-то еще другую группу карт. Как выполняется Инджок? На те карты, которые мы положили сверху и приготовили, мы начинаем тасовать оставшуюся колоду. То есть мы захватываем, опять же, примерно половиночку, можно даже чуть побольше, не забываем про положение пальцев наших, захватываем и начинаем тасовочку. Но во время тасовки мы не кидаем карты сюда, а мы сначала одну карту пробежкой стягиваем на мизинец. Обратите внимание, у меня на мизинце лежит одна карта. Это и есть Инджок. И вот уже на эту карту, на карту, закладку, на Инджок, я уже могу спокойно тасовать оставшуюся колоду, так вот, маленечко, даже небрежно раскидывая ее в разные стороны. Обратите внимание, вот эта закладка у меня торчит. Вот. Далее, что я могу сделать? Я могу просто поднести этик, ну, руку к этой нижней части и просто выкинуть ее наверх. И получится, что туз пик у меня лежит наверху. То есть я вот так вот перетасовал и кинул. Туз пик у меня лежит наверху. Я же делаю в основном по-другому. То есть я натасовываю одну карту, затасовываю остальные. Далее я захватываю вот эту, то есть обратите внимание, средним пальцем и большим пальцем. То есть большим пальцем я давлю на Инджок, а средним пальцем захватываю вот эти карты. То есть у меня остается вот этот вот зазор. Именно до этого зазора я и тасую оставшиеся карты. То есть я тасую раз, два, три, четыре, пять. Видите, этот зазор у меня все присутствует Здесь тасую, тасую, тасую Могу перейти на пробежку, когда мне надо И тасовать по одной карте Но потом, затасовав, я выкидываю все эти наверх Когда дохожу до этого зазора Получается, что верхняя карта тус у меня сохраняется наверху То есть еще раз Так вот даже небрежно можно потасовать Вот она наверху Вы можете, когда подучитесь с инжогом Более-менее освоитесь Вы можете тасовать не одну карту, например А вы можете скидывать сразу несколько карт То есть вы как бы тасуете Но кидаете несколько карт сюда Далее опять захватываете И выводите туза наверх То есть не обязательно делать одну карту Но учитесь сначала с одной Вот когда с одной начнет поучаться Вот тогда можно скидывать уже сразу несколько И захватывая, выводить наверх нашу карту Ну что ж, друзья Вот такой вот прикольный приемчик Который называется инжог На этом все Теперь переходим к нашему следующему обучающему уроку Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok